Муха горбатка Муха горбатка атаковала южные регионы Российской Федерации. Более того, хотя она там может существовать в открытом грунте, она уже также атаковала и северные регионы страны, потому что она вполне может сохраняться в подвалах, помещениях и других тёплых местах. Муха горбатка является очень опасным многоядным вредителем. Многоядный это означает, что она может питаться очень-очень разными субстратами. Она поедает запасы, она поедает фрукты, она поедает грибы, она поедает трупы животных, она поедает буквально всё. К сожалению, она также опасна и для человека. К сожалению, она может откладывать своих личинок под кожу, тем самым вызывать очень и очень такие сложные инфекции. Мне сразу не нравилась идея закладывания бананов в лунку при посадке. И вот, так сказать, и ягодки настали, да, потому что, к сожалению, эта горбатка перенеслась в Российскую Федерацию на бананах и на мандаринах. И закладка свежих и особенно гниющих фруктах может способствовать распространению и размножению этого опаснейшего насекомого. Что же делать? Как быть? Дело в том, что мы ведь тоже рекомендуем сохранять кожуру, какие-то отходы, в том числе от бананов и от мандаринов. Главным способом борьбы с этим вредителем, по крайней мере в быту, является ни в коем случае не оставлять вот такие вот влажные отходы во влажном состоянии, чтобы они могли какое-то время находиться во влажном состоянии и подгнивать. Ни в коем случае не кладите вот подобного рода отходы, по крайней мере отходы от тропических фруктов, в вёдра для бакаши. Какие бы условия вы там ни создавали, всё равно там будет происходить гниение этих фруктов, а значит будет происходить создание благоприятных условий для размножения этой опасной мухи. Одним из вариантов является такое быстрое, тщательное высушивание этих остатков, чтобы не дать мухе шанса размножаться вот на этой вот влажной питательной поверхности кожуры, что мандаринов, что бананов. Поэтому если у вас топится печка или у вас топятся батареи горячие, и вы хотите всё-таки сохранить вот эти вот, даже видите, от ананаса, от всего чего угодно, остатки растительные для будущего приготовления полезных биопрепаратов, биопродуктов, то сразу же, без промедления высушивайте вот эти вот корочки. Если же вы всё-таки решите их выбросить, пожалуйста, выбрасывайте в плотно завязанном пакете, потому что даже если они не будут гнить у вас дома, когда вы их выбрасываете вместе с общим мусором, до того момента, как они будут где-то захоронены, или вот в настоящее время будут подвергнуты низким температурам, они будут гнить, и муха получит шанс здесь развиваться, размножаться, отсюда вылетать и вредить. Ни в коем случае не закапывайте, не заносите необработанные, не высушенные вот эти корочки в теплице. Теплица является весьма благоприятным местом для размножения этой мухи. Поэтому забудьте о том, что можно закапывать эти бананы в лунки. Это изначально было глупостью, но а уж теперь это всё можно считать по-настоящему опасным. Не нужно впадать в панику, нужно соблюдать гигиену и аккуратность. Пожалуйста, поинтересуйтесь сейчас в интернете подробно, как выглядит эта муха-горбатка, как она распространяется, какие у неё характерные черты для того, чтобы быть во всеоружии, и если вы её обнаружите или что-то похожее, обязательно сообщайте в местные органы фитокарантина. Это Россельхознадзор, это Государственная инспекция по карантину Республики Беларусь и другие государственные органы, которые отвечают за вопросы карантина, фитосанитарного состояния в том числе. Что ж, я надеюсь, что тот, кто предупреждён, тот вооружён, что паники не будет. Вы будете знать, как обходиться с этими корочками и что сделать, чтобы не допустить распространения мухи-горбатки у вас дома, у вас в теплице, в вашем регионе. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!